сегодняшняя наша тема обзор монет это наглядно это красиво ну все лифте на закрыл теперь дмитриев нужен этот рубль лет 10-15 не покидал им с кабинета коллекции здравствуйте уважаемые зрители наши постоянные подписчики и гости с вами канал заметки нумизмата и я алексей шуйков представляющий своем лице нумизматический проект полпалушкин сегодняшняя наша тема обзор монет сразу нескольких монет красивых монет знаю что многие из вас любители российских рублевиков 18 века не имея возможности собирать рубли по годам пытаются собрать коллекцию по типам что что вполне здравый подход уважаю и поддерживаю все типы елизаветы екатерина великая петра это наглядно это красиво такое собрание очень солидно смотрится и интересно как с исторической так и с инвестиционной точки зрения особенно если это монеты в качестве и вот я нередко слышу от коллег коллекционеров ну все лифте на закрыл теперь дмитриев нужен понятно что в данном случае речь идет о поздних рублях анны иоанновны о московском рублей работа дмитриева и петербургском работы гравюра теодора левкена но стоп говорю ты закрыл позицию левкена одной монетой ну да отвечают коллекционеры сам ты знаешь я по портретам собираю меня мелкие штемпельные разновидности не интересуют одной хватит как представителя портретного типа и тут я конечно вот с ним не соглашусь до среди 1738-39 годов можно выбрать любую монету это будет ну один тип но не иметь коллекции портретов тип 40 года я считаю неправильным без него коллекция будет неполной и давайте же сравним два портрета левкена прямо сейчас благо что у меня с собой как раз имеется два просто вот таких вот шикарных петербургских рубля и первый это номер 234 со степенью р по биткину 1738 года а второй номер 241 разновидность две звездочки под портретом и давайте прямо сейчас детально вот сравним обе эти монеты и начнем с прически как мы видим она отличается задний локон на 38 заливается такой широкой петлей да и в целом убран стал волос различным а форм рукава посмотрите пожалуйста на них корсажа наличие отсутствия броши по моему мнению это все явно говорит о том что эти монеты стоит рассматривать как разные портретные типы а что думаете по этому поводу пишите в комментариях ну а пока давайте детально посмотрим на эти монеты и восхитимся их красотой а Субтитры подогнал «Симон» Ну, раз у нас зашел разговор о поздних рублях Анны Иоанновны, и у меня как раз с собой небольшая коллекция красивых монет этого периода, давайте вместе полюбуемся еще парочкой экземпляров. И это будет московский рубль с копией Дмитриева с темпелей Гидлингера, номер 196 по Биткину, степень редкости R. Считаю этот экземпляр, несмотря на вот эти вот борозды, которые вы видите сейчас на своих экранах, просто превосходным образцом редкого и так всеми желанного рубля. Кому-то повезет, эта монета станет украшением его коллекции. Господа, пишите в комментариях свои впечатления об этой монете, а мы пока покажем ее крупно и во всех деталях. Наслаждайтесь! Субтитры сделал DimaTorzok Следующий рубль тоже московский, медальяра Дмитриева, номер 199. Разновидность 5 жемчужин в прическе. Штемпельный блеск, красивая старая кабинетная патина. Этот рубль лет 10-15 не покидал у мюнс кабинета коллекции. Но монетам иногда полезно выйти свет, съездить, так сказать, на бал. А бал для монет это аукцион, и как раз на него этот рублик скоро отправится. Давайте же вместе с вами насладимся его красотой, рельефом, штемпельным блеском и вот такой вот замечательной, действительно красивой патиной. Любители патины, надеюсь, оценят вот этот вот замечательный нежно-чайный цвет монеты. Ну, а остальные все наши зрители просто насладятся видом красивой, редкой, качественной монеты. Наслаждайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, господа, это был небольшой обзор монет периода правления Анны Иоанновны, поздних монет периода правления Анны Иоанновны. Мы с вами увидели 4 экземпляра, действительно красивых, действительно коллекционных, и копию Гидлингера, и просто московский рубль Дмитриева, и оба варианта рубля работы Теодора Левкена Санкт-Петербургского монетного двора. Я призывал вас уже не раз в этом ролике писать комментарии об увиденном. Пишите, пожалуйста, какие бы вы монеты еще хотели увидеть на наших обзорах, какие монеты собираете вы, и в каком состоянии. А на этом у нас на сегодня все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всех благ, до новых встреч. Пока.